Тора запрещает кушать свинину. Я не стесняясь делаю это утверждение при людях, которые едят свинину и изготавливают из нее продукты, и идеологически уверены в том, что ничего плохого в свинине нет. Ни один человек еще ни разу меня за это не обиделся. Так почему, если никто не называет меня шовинистом за то, что я говорю, что Тора запрещает кушать свинину, людей часто называют гомофобами за то, что они говорят, что их религия запрещает половые связи между людьми одного пола? Некоторые говорят, что гомосексуалисты рождены с влечением к собственному полу, и поэтому гомосексуализм должен находиться в отдельной категории. Однако с точки зрения иудаизма этот аргумент не имеет значения, потому что Тора говорит, что каждый человек рождается с длинным списком влечений к запрещенным вещам. Поэтому, с одной стороны, наличие склонности к нарушению запрета не может влиять на его дозволенность, с другой стороны, мы должны понимать, что каждому человеку приходится преодолевать препятствия для совершения правильных поступков. И мы не должны судить людей за то, насколько хорошо они справляются с этими препятствиями, потому что мы не знаем, насколько они велики. Также запреты Торы относятся к действиям, а не к желаниям их совершить. Так может ли гомосексуалист приходить в синагогу? Я никогда не стоял у дверей моей синагоги для того, чтобы проверять, кушали ли приходящие люди свинину. Нет никакой причины для того, чтобы я спрашивал у людей об их половой жизни. Еврей, нарушающий законы Кошера, обязан молиться, изучать Тору, соблюдать субботу и выполнять все остальные заповеди, описанные в Торе. То же самое касается еврея, нарушающего законы о половой жизни. Если один из этих людей приходит в синагогу для того, чтобы выполнять заповеди, я готов ему помочь. С другой же стороны, если человек пришел бы в синагогу со значком, на котором написано «Я гордый предатель свинины», я, наверное, вежливо попросил бы его снять этот значок, потому что синагога не должна быть использована для пропаганды действий, запрещенных еврейским законом. То же самое касается значка гордого гомосексуалиста. Я был бы огорчен, если бы я услышал, что еврейская община делает парад поедателей свинины. То же самое касается гей-парада. Так почему же вопрос запрета гомосексуализма воспринимается людьми намного более болезненно, чем вопрос запрета свинины? Я полагаю, что, по крайней мере, часть ответа заключается в том, что люди вокруг не вешают на людей, которые кушают свинину, ярлык поедателей свинины. В то же самое время мы, люди традиционной ориентации, часто вешаем на гомосексуалистов ярлык, определяя их сексуальность как основную идентификацию этих людей. И это несправедливо, потому что этот гомосексуалист может быть врачом, который спасет жизнь вашего ребенка, или пожарником, который будет рисковать своей жизнью ради вашей. Урок для каждого из нас заключается в том, что мы не должны вешать на людей ярлыки, определяя их потому, что они делают неправильно. Сущность каждого человека на гном намного глубже, чем то, что он или она делают. Субтитры создавал DimaTorzok